компьютер интертейн над гб мобайл написано а бурые но да куда ты дай прочитаю чё по-японски написано фурея но 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 веру со ирена то хиру плейновал салин хилл так салин хилл плейновал или плейновал салин хилл как как определиться что что происходит digital трейдинг карта здесь есть что что тысяч первый год царь дела беда давай давай новая будет громко царян вентилятором вернись назад 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 царя духе я уже давно не был в отпуске сейчас я за рулем своего джипа мы едем в тихий курортный городок салин хилл урчание двигателя у дается в ночной тьме из-за дневных неполадок с машины мы так допознаем добирались до города я зовут гэри мэйсон я писатель средней руки закрыв глаза ширил мирно спит на пассажирском сиденье ширил моя дочь она живая веселая девочка и те случайные улыбки что она мне дарит заставляет меня чувствовать себя счастливым а это все время так будет вот это работа у меня не располагающий к частому общению с людьми потому ширил не особенно дорога долго и с час на ней вряд ли попадется другая машина я уже мою газ до упора окрестноть менее огонька я могу положиться только на фары моего джипа вверх ли заднего вида отражается свет это мотоцикл полуночный мотоциклист со страшной скоростью мчится в том же направлении что и мы с рём мотоцикл проносится мимо и машины полицейский быть может там впереди случилась какая-то авария не при помощь тебя слышал о чем-то такого по радио шерил спит не следует будить ребенка в такой поздний час интересно что я снится это х привет ps1 привет геймбой адвэнс японскому региону я собирался сводить ее завтра в парк развлечений может я снится как она катается на карусели это уже взгляд от сонного лица ширилась но устремляя его дорогу полотно дороге все течет в освещенном пятачке перед машиной будто его непрерывно извергать тьма что это что-то появляется в поле моего зрения это недавний мотоцикл недавний мотоцикл что значит недавний мотоцикл он лежит на обочине дороги нет сомнений это тот 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 самый мотоцикл что только что миналома джип где не следа водителя похоже мотоциклист врезался в скалу на повороте пытаясь избежать какого-то препятствия этот скал довольно сильно поврежден я внимательно оглядываю дорогу перед своей машиной однако я не вижу впереди в свете фар никаких препятствий какое-то странное ощущение гнетет меня голоса в радиоприемнике сбиваются шумом помех быть может мне следует повернуть моя ступня все также выжимая педаль газа не желаю отпускать ты уже не можешь повернуть назад шепчет что-то внутри меня кто просто прибавь газу шепчет внутри мне кто зашелил закрыто она спит я знаю что я должен бодрствовать вести машину но что это гнетущее ощущение мне кажется словно мое тело не совсем мое как будто кто-то странный вовсе не управляет мной то меня несет какой-то поток мои веки наливаются свинцом руки соскальзывают с рулевого колеса словно она сама сбрасывает и желает вести машину по собственной воле озноб тяжесть во всем теле я погружаюсь сон мое сознание еще где-то на границе яви но мне трудно удержать его там и его и там увидев прямо на дороге перед собой человека и что было силу ворачиваю руль в сторону и тогда не остается ничего кроме меня и моего джипа и мы несемся ватиму под скалы тишина режет слух подобно мгновению ветра приносит с собой пронизывающий холод те сквозь закрытые веки проникает слабый свет кажется я цел и не вредим это ясно мне потому что я не ощущаю никакой боли а может быть я разбился так что и боль никакой не чувствую я медленно открываю глаза снег не по времени года сыплется на на город тишина такая что я слышу как снежинки ложатся на землю сален хилл вот что вне всякого сомнения написано дорожном знаке на стороне шоссе мы шерил добрались до пункта нашего назначения так и не поняв привет друга до этого момента я совершенно забыл обо всем порой ветра задувает в машину когда я гляжу на соседнее сидение я потрясен дверца со стороны пассажирского сиденья открыто шерил нигде нет сален хилл этот город должен быть мирным курортным городком но сейчас он выглядит сущим городом призраком может быть он ждал именно нашего прибытия или может быть хоть чего-то и так я один и ширил со мной нет когда я спал нет когда я был без сознания шерил открыл дверцу шагу в это странное место где царит такая тревожная тишина и оставив меня она отправилась куда-то шерил шерил это шерил я плотнее запахиваю запахиваю застегиваю на себе куртку и убираюсь из машины запахиваю и отправляюсь на поиски шерил куда же она могла отправиться как странно тишина и снег не про времени года и что самое странное город окутан плотным туманом щет а куда отправилась шерил б в этом городе никого нет нам не делала города вообще никакого нам нужно дочь гости до правил я перехожу на бег только звуки моих шагов эхом отдаются в окрестностях даже могла попасть шерил мог ли кто-то ее увести мысли мешается у меня в голове с меняет на другую топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ внезапно у меня возникает чувство что я слышу еще чьи-то шаги помимо моих собственных я немедленно останавливаюсь чтобы прислушаться через толстый перену туман и я смог разглядеть человеческую фигуру с ребенка ростом шерил это шерил я окликиваю ее не коли бы не колеблись фигура не трогается с места когда я начинаю медленно приближаться к ней она убегает от меня прочь я же сломя голову и мучусь и вслед за фигурой это вне всякого сомнения шерил пусть и силой туман ясен неразличим я не могу никого спутать с моей шире однако хоть я и бегу что было сил или как не могу догнать его напротив фигур мало-помалу все удаляется от меня на все прибавляет скорости как будто и не бежит а скользит над землей словно растворяется растворяется тает в тумане чтобы не потерять ее я несусь во весь опор пытаюсь удержать фигуру в центре зрения только потом я замечаю что забежал в переулок между тиснящимися домами я не знаю как и когда это произошло так или иначе неожиданно окрестности окутывает тьма словно давящий свет небеса закрыли каким-то гигантским покрывалом вдалеке завывай тирены во тьме я слышу множество шажков управляющихся ко мне со всех сторон я не знаю кто это надо посмотреть я да я должен убираться отсюда у меня нет ничего что богом сгодится в качестве оружия надо посмотреть конечно я я должен убираться отсюда у меня нет ничего что ему было бы сгодиться в качестве оружия я пытаюсь убежать от них но я не могу бежать тем же путем каким пришел потому что это же там у меня за спиной так что я продолжаю губляться в переулок я могу только мало-помалу продвигаться по все сужающимся уголь на черному проходу прощупываю себе путь руками я штыкаюсь в тупик проучная ограда окружает маленький пятачок забор слишком высок чтобы я мог через него перебраться они поступают сзади я стою на месте будучи готовым ко всему какого кто они с звериной яростью они загоняют меня в угол в жизни не видел подобных тварей и зачем эти уродливые маленькие чудовища вцепляются и затем эти маленькие уродливые чудовище вцепляются в меня пьют мою кровь и рвут меня на куски пока я наконец не теряю сознание 18 плюс какой-то происходит сибилл беннет на полицейский соседнего городка брамс пустом кафе нет никого кроме нее и гарри сибилл беннет сидит у стойки и ждет как гарри проснется пук внезапно я просыпаюсь что это за место почему я здесь кто-то принес меня сюда между снова мы яви не было четкой грани лишь смятению пока лежу на скамейке в кафе я мало-помалу прихожу в себя женщину стойки встает сложив на грудь руки она подходит ближе и ближе смотрит на меня на ней полицейская форма чуть улыбается видимо от облегчения что я все все же пришел в чувство как самочувствие кто я пытаюсь заговорить с этой незнакомкой сибилл сибилл беннет вся связь с этим городом неожиданно пропала я прибыла сюда чтобы выяснить причину ее исчезновения я гарри мэйсон мы с дочкой приехали сюда вот туристы по дороге сюда попал в аварию потерял сознание ах да сибилл ты не видела в этом городе маленькую девочку маленькую девочку нет я не почему-то узнал что она это скажет когда я пришел себя после аварии моей дочери рядом со мной не было дверца машины была открыта моя дочка исчезла дочек шерил извини шерил так зовут мою дочку она девочка робкая пугливая так что я даже не представляю себе куда она могла пойти 1 в этом жутком городе я был там же за рулем я даже не попытался предупредить меня что уйдет вы ты ты знаешь что тут стряслось в городе нет никого и идет снег в это время года все чертовщина творится в этом городе ты у нас тут не бывало не парень у вас иногда в июле снег идет помню времена были такие да и дафи уху я выговариваю все это на одном дыхании боюсь я тоже ничего не знаю единственный человек кого я здесь видел это ты ты есть город тихо безмолвен к кладбище телефонная связь не работает радио тоже ясно так ты тоже попал в аварию так ведь мне пришло в голову поехать самой на мотоцикле прямо в местный полицейский участок ну наверное я ехал слишком быстро на дорогу неожиданно выскочила девочка я уверена что это была девочка я чуть ее не сбила я нажал на тормоза чтобы не врезаться в нее после этого я толком ничего не помню я пришла в себя лежала на проезжей части перед этим кафе и естественно зашла внутрь чтобы переждать снегопад а внутри на этой самой скамейки спал ты который расширенный лор какой-то у него в региональном салент-хилле просто просыпаешься она не говорит а как она сюда попала ничего не говорит просто она здесь у меня был какой-то кошмарный сон как я сюда попал совершенно не помню черт возьми произошло в этом городе что здесь творится социей здесь безусловно странная я отправляюсь назад в брамс за подкреплением затем вернусь сюда а ты как сибилл встает решительно отдернув воротник рубашки я собираюсь искать шерил я здесь одну не оставлю ясно и отдам тебе один пистолет здесь не ровен час может что-нибудь и такое случится почувствуешь опасность без колебаний жми на курок в оригинале она ему дала пистолет и предупредила что надеюсь тебе не придется стрелять без колебаний жми на курок сама как это вот разница возьми вот как возьми вот салент-хилл и возьми этот какой резидент его 7 там когда коп тебя в доме спасается он тебе ножик дает перочиной но не пистолет потому что какого хер полицейский должен давать тебе пистолет это же нелогично мало ли ты еще просто в ответку сразу в него выстрелишь ты за лайк ты просто этот момент меня всегда смущал я понимаю зачем они тебе пистолет вначале дают потому что там сразу этот летающий демон непонятный холодная рифленая рукоять пистолета ложится в мою ладонь спасибо надеюсь мне не придется им воспользоваться спасибо но я ничего не смысле ворую то что я только что сказал надеюсь мне не придется им воспользоваться что это значит уже от самихил никогда до сих пор не держал в их пистолет его необыкновенная тяжесть удивлять меня но ты с тобой все будет в порядке я же не беззащитная девица я пришла специальную подготовку это каири ответ на вопрос символ берется за ручку двери на выходе на становившись снова оборачивается ко мне карри не застрели меня по ошибке мою подготовку не ходит умение останавливать пули на улыбается исчезать густом тумане за дверью шутки у тебя стоит ли мне сейчас за спину повесят чаховская ружье не пристрели меня по ошибки по ошибке нет целенаправленно может быть может быть конечно у меня есть чеховская ружья все зачем ты говоришь ты же со мной разговариваешь чеховская ружья для свеча у него геймпады вставляются оставшись в кафе в одиночестве я сел за стол начал петь уютное кафе за столиком сплетенной мебелью я в одиночестве рассматриваю пистолет что мне только что дал оси был этим я думаю оси был только что исчезнувший в тумане в угле этого города тот силуэт что я видел в тумане это безусловно был ошибок но она не ответила на мои крики почему она убегала я не понимаю я совсем запутан совсем запутан но одну вещь я знаю точно все что я могу сделать идти искать ее я может я не знаю ничего о том что меня окружает никаких подсказок где ее искать у меня нет но я не найду шерил если останусь здесь стою на ноги берусь за дверную ручку шиши 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 шеши шиши份 чтобы накладил свой кто-то издает это шум для стола бостiting уже здоровая supported insights и счастье дикцию проверяешь чуть зашем что-то внутри кафе что-то снарунка это что-то внутри кафе я оглядываю кафе источник шума где-то рядом я направляюсь к нему следую по звуку лежит на крышке столика я нерешительно поднимаю его радио в этот момент оконное стекло с громоподобным звуком разлетается и огромное чудовище похожее на птицу вылетает в кафе нет это не птицы это омерзительная тварь с красно-бурой словно обожженной кожей всего злобным бледно-зелеными глазах я считаю спрятаться под столом своим неопытными руками наставить на врага пистолет выскочить из кафе на стреляем черт я крепко сжимая рукоять только что полученного пистолета быстро навожу его на тварь и нажимаю на спуск с оружием и обращаться не умею так что несколько выстрелов уходит в потолок я должен целиться из пистолета в единственное воздействие место туловище крыло это собьет его на пол зачем тратить патроны на крылья когда можно стрелять в тело вот именно я должен целиться в туловище когда она расправляет крылья в тот момент когда туловище остается беззащитным я размахивает своим огромным крыльем цели с меня острая кромка крыла только что миновал мою шею вот мой шанс целиться в туловище промочу себе под нос однако я не могу точно прицелиться мои руки трясутся лишь 3 пуры пробивает грудь твари твари замертво вывалится на пол как груда тряпья какого черта я это не сон что творится с этим место только звук удара кулаком по крышке стола отдается эхом в кафе моих ног в луже жидкости странного цвета лежит все еще теплый труп твари покинув кафе я решаю отправиться в тот переулок где я уже побывал люди зацепок у меня нет забить ногой я не уверен что здесь есть вариант забить такой в небесах мелькая черный силуэт словно выглядывает на землю земли добычу радио начинает шипеть и сразу затихает кажется начинаю понимать георгий галец да 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 но новелла именно для этого и существуют чтобы с кем-то за романцы я думаю это просто сюжет саленд хилла чуть не не слово в слово приемник фонит лишь при их приближении чем ближе ко мне монстр тем громче звук шум помех я толком ничего не вижу в тумане бесконечный снег еще больше закрывает обзор так что радио для меня наверно невероятно полезно все тот же нескончаемый снегопад кажется и не собирается останавливаться бегу сквозь перену тумана пробивая прибавляя ходу каждый раз когда радио начинать шипеть как я проходит смотри-ка ничего себе цели неясным воспоминанием наконец добираюсь до до вершого переулка памятная жуть куда-то сгинула обычный переулок через между домами проникает свет полом со снегом я иду по переулку пока не такая ступик земля в конце переулка я вижу знакомый альбом для рисования видимо выброшенный кем-то каляка-маляка на обложке альбома хотя к маляк это я это я сам нарисованный рукой шерил вся калякой малякой называешь ты без сомнений и альбом я пытаюсь открыть его и вижу что половина страницы вырвана поперек 1 оставшиеся написано красными чернилами крайней мере я надеюсь что это чернила школу по улицам левин я пробираюсь в дом с собачьей конурой крыльца и открыв заднюю дверь хожу на дорогу ведущую школу на кругу постепенно снова опускается тьма и лишь фонарик по моему нагрудном кармане освещает мне путь здание медведческой начальной школы выплывает из темноты я поднимаюсь по ступеням приоткрываю дверь здание там не ждет по-настоящему кромешная тьма та самая школа из детсадского полицейского конечно же это нужно упоминать каждый раз когда я играю с оленкил наверное это шерил нацарапала в альбоме те буквы уходы среди прочих объявлений ржавыми канцелярскими кнопками прикол к стене карта школы сорвав ее со стены я укладываю бумагу в карман куртки и толкаю тяжелые створки дверей что ведет в темные внутренности здания темные внутренности здания вот эта фраза темные внутренности зданий звучит классно в игру я слышали свои шаги до жалобные скрипы коридорной политки под ногами они как человеческие крики неистово терзают мои барабанные перепонки я пытаюсь ступать осторожно потише чтобы не слышать их но незаметно для себя сам перехожу на бег не едино живой души безмолвные коридоры школа теряется во тьме безмолвный коридор школ теряется во тьме если бы не фонари у меня на грудном кармане я бы не смог бы разглядеть вообще ничего шерил нет фонарика если она пришла сюда и заблудилась наверно сидит где-то в темноте и в состоянии даже с места сдвинуться раз шумой фонарь включен рано или поздно она рано или поздно должна меня увидеть крайне мере меня есть это весьма скромная надежда мои ноги привели меня к входу в музыкальный класс я толкаю тяжелую гранит хочет вы пришли в музыкальный класс за открытую дверь я вижу большую комнату черным концертным роялем в центре дядя больше я присаживаюсь на сидение перед роялем и тут же вскакиваю в изумление сидение еще чуть теплая как будто кто-то сидел на нем всего несколько минут назад и тут же мне мерещится улыбка шерилл часто играл на старом дешевом пианино стоял у нас дома и неплохо получалось это музыка помогал мне в работе уже решила приходила сюда в музыкальный класс я осторожно поднимаю крышку закрывающую клавиши здесь и там подтеками по черному и белому краснеет какая-то жидкость я дотрагиваюсь подтеков пальцами на ощупь это чем теплая еще не ус чё на ощупь она чуть теплая еще не успела остыть кровь и всякого сомнения сердце стучит в груди как на бат но под кровь разлитый до клавиатуре если ты кровь ширил девочки наверное нет уже в живых я утираю запачканные руки от джинсы встаю и покидаю комнату до времен со скрипом закрывающейся двери я слышу вдалече это крик перечилась я иду по коридору мокрый слякотный снег с дождем стучится в окнах ходящий во внутренние дворы я смотрю во двор через стекло двор невелик потерян на счастье оградками из чахлых кустов в дальнем углу едва видна часовая башня углу двора за дождем снегом даже непонятно какой час показывают стрелки клубничное варенье доброму стоп кажется что-то пробирается во тьме животное несмотря на темноту я могу различить в этот момент радиоприемник моем кармане неожиданно начинать шуметь я возвращаю взгляд во тьму коридора в этот момент бедро пронизывает острая боль я смотрю вниз и вижу что в мое бедро впились острые когти маленькие уродливые монстры они снова пытаются понять меня цепляются меня на пояс на самом деле они хотят меня сожрать мне немедленно оттолкнуть мост руками вытащить пистолет и стрелять наверно оттолкнуть над сначала правой рукой хватаю его за голову силой отталкиваю он отщатывается и падает ничком что за текст за старый русский какой-то только теперь я замечаю что такие же угодцы окружают меня со всех сторон я достаю пистолет на вашу прицел на их лысые головы и трясущиеся пальцами жму на спусковой крючок на я продолжаю стрелять пока не двигаются на меня и падают пороховой дым застилает воздух вокруг меня я вынужден прикрывать рукой рот даже тогда когда радио замолкает я в потрясении остаюсь на месте среди трупов все штата шерил мне не было с собой ничего что можно было бы использовать как оружие я срываюсь с места нет просто стоять здесь я не имею права времени у меня нет меня ждет шерилл постойте-ка неожиданно у меня все плывет перед глазами это что-то вроде того я тру их да я оглядываюсь коридор пуст труп монстров исчезли что не ты привиделось ши то ли . я вытаскиваю карту из нуженего кармана подсвечиваю фонариком карта начинает кричать я карта я карта подвале есть бойлерная ноги сами собой несут меня туда я осторожно шаг за шагом спускаюсь по лестнице темно как в могиле еще чуть вперед я со всех сторон окружен совершенно тьмой и все же несмотря ни на что я движусь навстречу новым страхом и новому чудовищу странно но здравый смысл мне совсем изменил я просто хочу убедиться что шерил живой здорово обнять ее все бойлер выключен чтобы запустить эту жутковатую машину достаточно нажать на выключать прямо передо мной все же стоим в нерешимости нажимая на выключатель но с бойлером не происходит ровным счетом ничего я пытаюсь открыть крышку панели управления под выключателем кажется надо как-то падать питание с генератора на бойлер генератору у меня справа из левой стенки панели управления выходит тонкая труба идет прямо в бойлер пазлы здесь пазлы чего я думал просто новелла неожиданно пазл есть есть куриц я думал реально просто на валу и все больше ничего сегодня 3 сентября я не хочу думать я хочу 3 сентября так 45 в 5 ходов нужно это сделать лестку лить а как это сделать 5 ходов я же правильно понимаю минус слева провести вправо или наоборот типа 1 2 ну типа 3 типа 4 и тупик да 1 2 3 4 5 все равно да куда я что я делаю ясно не одолевает инстинктивное чувство но в тот же время в моей душе отдается крик ширину я медленно выдавливаю выключатель в панель все здание школы содрогаясь моего на как исполинский корабль налетевший на мель но для меня школа безразлична все прогулок поглотила фигура шерилл стоящая в темноте далеко далеко я понимаю что должен что-то делать во твой так шепчет не тьма часовая башня возвращается над школой примерно на этаж ну и основание крошечная дверка в которую можно пройти лишь согнувшись в три погибели вот этот старый русский перевод такое ощущение вот знаешь вот седьмой резидент так переводили да это те же люди переводили лечу дверца безмолну открывается черный проем манит я не могу и противостоять и темнота башни окутывает меня дверца за спиной громоподобно захлопывается отрезать путь к отступлению внутри часовой башни застоявшийся в воздухе повисла отвратитель отвратительнейшая вонь но все же улыбка любимой дочери в глубине моей души одолевает отвращение и страхи пусть даже лишь на мгновение чест писали уральские пельмени но приободрившись я ставлю ногу на ступеньку лестнице ведущую куда-то под землю мной движет величайший из чувств любовь я в узком и тесном проходе который едва может протиснуться взрослый человек где там не крает его шутки про бывших это вслух я сказал извините извините это туда я устремляюсь вперед я уверен что увижу ее улыбку снова я тороплюсь скользя по бетонному источающему запах смерти когда я я с третьей попытки смог слова прочитать когда я взберусь по другой лестнице вздерусь взъебусь думать что со слова такое я взберусь по другой лестнице в конце этого лаза назад пути не будет я шепчу про себя и меньше еще раз угнетающий звук закрывающийся двери эхом раскатывается по двору где залезу залази старый добрый залази сырое теплое дуновение чуть касается моей щеки вид открывающийся предо мной все также школу условно из другого мира и еще раз я спускаюсь во двор по ступенькам ведущих обвертся часовой башни убеждения во мне все во мне все крепнет на плитах двора изображен некий огромный символ наводящий на мысли о религии двойной круг и внутреннего треугольник внутри странный узор вроде иероглифов вот не припомни чтобы раньше здесь такое было говорю я про себя это вне всякого сомнения то сам та самая школа та же самая школа где том что был только красаж на кусты сама архитектура здания однако нарастающая темнота подымается во мне тошнота нарастающая тошнота подымается во мне чудовищная отвратительная вонь вроде запаха гниющий плоти почти оси займа плывет в воздухе почти видимо глазу я бегу не могу больше оставаться в этом дворе да наконец хватает за ручку двери ведущего внутренне во внутренности школы почему он все время говорит внутренности ведущий во внутренности школы он как-то описывает как будто это школа это живой объект какой-то внутренности школы у меня уже не остается сил сообразить как долго я бежал мгновение быть может но перемен внутри школе еще страшнее вместо полов ржавой решетки и под ними зияющая бездна стены сочатся кровью везде развешаны куклы похожие на изуродованные трупы хуже ночной кошмар даже не пытаюсь казаться даже не пытающийся казаться реальностью и все-таки я бегу и разыскиваю шерил под ногами неприятно грохочет решетки и открываю дверь учительскую ее видимо установили из рук вон плохо у меня в школе до открыть не удается лишь после нескольких напряженных попыток пойдя в комнату я замираю вот так стал разбросаны как попала комната наполняет омерзительный запах разлагающегося мяса это зикурчик проветри комнату использую огурчик полу лежит замуч я подбегаю к ней говорю от грязи на алексеевна мне позвонить в полицию позвонить домой где никого не слишком грустно давай позвоню домой где никого нет звонить в полицию надежда я поднимаю трубку и набираю номер пип 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 так я . . . так я и думал сигнал это базе кожа пришел на . . . говорить сигнал занята повторяется раз за разом без конца это не занято это связи нет это мимом так все говорит она просто секретарем работала она знает как телефон работает промежуток между гудками другой да и осторожно кладу телефонную трубку на рычаг я понимаю что все ниточки связывающие меня с окружающим миром давно оборваны я должен как можно скорее найти шерилл и вырваться вместе с ней из этого безумного мира я разворачиваюсь и направляюсь в двери дозо дозо при пирэ 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 мое сердце чуть не выскакивает из груди до ближайший звук звонка разносится по комнате отражающихся эхом от стен я нервно подбегая к телефонному к телефону снова хватает трубку и в жопу папочка спаси меня это шерил этот голос я не сидя ни с чем ни с чем этот голос я ни с чем не перепутаю прижимают динамик трубки к уху папочка где ты шерил это ты шерил на голос шерил смеется сигналом занято но я знал не сомневался шерил здесь школа находится в жилом районе сюда наверное ходил множество местных детей здание школы внутри немного больше чем мне показалось сперва здесь есть столько комнат включая классы найти шерил будет очень и очень сложно шерил попала сюда не по своей воле а кто-то привел ее в школу она должна быть сидит здесь в какой-то комнате с чего ты вообще взял что она здесь судя по тому что она тебе позвонила как это работает г-гэри гэри ты так напуган или что телефон уже не так работает нет ну типа ты с одного телефона на другое можешь звонить но в школе скорее всего все телефоны это один и тот же номер нет как ты себя на себя позвонишь или что внутренние номера хз для школы внутренние номера это же двухэтажка нафига тут есть громкоговоритель директора звеночка пройдите ко мне в кабинет у меня в моей двухэтажной школе не было такого я выскакиваю в коридор пометавшись бегу к лестнице в конце коридора и за дизайн второй этаж я хожу в школьную библиотеку мой взгляд падает стране на странице открытой книги ща будет сказка ну чтож мой маленький дорогой прыщавый засранец сейчас я тебе расскажу сказочку книга лекарственных растений справочник по истории детская книга сказок я беру книгу на обложке стилизировано изображение юноши с луком и стрелось кто-то ее читал совсем недавно и начиная негромко читать слух ту страницу на которых не я ставил как эту книгу оставили открытый слышав это охотник взял лук и стрелу и сказал пизда тебе но прежде чем вступить в бой с супостатом он стал по отдали закричал дразня врага мне не страшен старый ящер моя версия была лучше и вот услышав эти слова ящер зашипел и ринулся на смелого охотника широко разину впасть этот этого то и ждал охотник спокойно натянув лук он выстрелил прямо в разверстую пасть страшилища и стрела беспрепятственно пролетела мимо острых зубов и пронзила беззащитную глотку ужасный ящер пал на землю этой старой волшебной сказки и где-то читал когда был маленьким сказав это я чуть отступаю словно наткнувшись на что-то катик думаю помни крепнут уверенность что все это время мои действия направляются кем-то другим это не я это не я совершенно случайно я совершенно случайно зашел в библиотеку и увидел определенную страницу в открытой книге чтобы это не было я сделал это сам по себе без чьи либо указки и все же все это я делаю по чьим-то чужим влиянием чат ты плохо влияешь на нашу главную герой ты чё я постепенно понимаю это даже сейчас я не могу сказать напередел кто напередел пахнет куда мне идти что делать а ты думал со мной новеллы визуальный будет нормально читать там пахнет у входа кто-то напередел я должен принять веление этого незримого проводника и подчиниться ему меня нет другого пути если я хочу найти шерил где чё не переживай я тебя доведу до белого коленя и так я все-таки знаю куда мне идти я там уже был в бойлерный с твердой уверенностью шагаю туда на этот раз я прохожу мимо котлов и спускаюсь по лестнице туда откуда и веет неприятно жаркий ветер там лифт словно зовущий своими медленно открывающимися дверями спуститься ниже еще ниже стоит мне войти как двери закрываются и ржаво ржаво что это за слово ржаво скрежеща с устрашающей скоростью устремляется вниз куда насколько глубоко что это за подземелье под школой я могу лишь довериться своей судьбе и следуйте чё сразу в босс по постепенно кабину лифта окутывает горячий влажный воздух лифт останавливается я ухожу из открывшихся дверей за короткими коридорами озаренная ослепительным светом комната ждущие моего появления центре комнаты бушует адское пламя все выглядит так словно эта комната была чей-то молельней и за ней находится она она медленно шагает в мареве за гигантским костром среди языков пламени и сыплющегося пепла это кажется какой-то ящер динозавр что ли только мутировавший он весь покрыт какой-то гладкой склизкой чешуей ящер поворачивается ко мне и поворачивает ко мне свою безглазую голову и с неожиданным проворством устремляются в атаку однако я стреляю с пистолетом в мирскую тушу пистолет рявкает огонь вырывается из дула пуля попадает точно в цель однако склизкая чешуя превосходно держат удар ящер даже кажется не заметил выстрела толку от пистолета нет и это плохо и в этот момент в памяти стоит какое-то недавнее но полузабытое вспоминание это было минуту назад лол конечно же в библиотеке это было объявлять в учительской были телефоны библиотеке я вспоминаю книг что читал совсем недавно прочитаны пробегает перед моим мысленным взором приглядывается к передвижению моего противника я вспоминаю текст книги и стрела беспрепятственно пройдет мимо острых зубов пронзила беззащитную глотку и ужасный ящер пал на землю мертвым именно я должен подпустить его ближе что каждая пуля без толка рикошеча от его чешуи лишь прибавляет ему сил я бегу виде как убегал вся моя одежда насквозь промокла от пота жар костра и нервная испарина вместе грозят лишь меня тихо жар костра нервная испарина вместе грозят лишить меня останков физической силы я смог я очень прям молодец я прочитал предложение это было сложно наконец я спотыкаюсь пацаны с глухим стуком падаю на пол патронов так надолго не хватит делать ничего я разворачиваюсь к монстру его огромная пасть метра 4 в ширину разверста во всех направлениях это не челюсти животного скорее червя на открывается лишь на мгновение другое но верная мысль успевает прийти ко мне в голову и стрела пронзила беззащитную глотку отлично выстрелить в пасть надо замедлить и выстрелить в ногу выстрелить в пасть дальше колебаться нельзя тщательно целить в чернейшую прямо перед моими глазами глотку быстро нажимаем спусковой крючок раз за разом еще еще выстрелы следует один за другим хватило бы патронов уж напряженно это какая ситуация и затем я теряю сознание когда я прихожу в себя и оказываюсь на полу в какой-то темной комнате где прошу я себя чудовище с которым я только что дрался исчезла и я с трудом поднимаюсь на ноги и стою неподвижно пока глаза привыкают к темноте уже я как-то снова оказался в бойлерами здесь до странности тихо не приснилось ли мне все это я свежий полон сил будто не валился недавно с ног от усталости странно негромкое гузение котлов успокаивает меня котлы так шумят я теряю сознание джекпот я просто я чувствую присутствие другого человека в комнате и поднимаю глаза гоша нет в дальнем углу стоит девочка лет 14 на опрятном темно-синем платье темные волосы аккуратно расчесываются такой был и наличок не помню такого девочка внимательно смотрит прямо на меня но только я замечаю ее и делаю шаг в ее сторону тут же бы наверное исчезает словно расставив я снова остаюсь бойлер на один это было ставь немного на месте я делал глубокий вдох и правильных школьный вестибюль заливает солнечные лучи снаружи как и прежде снег и туман но меня охватывает странное чувство успокоения будто я проснулся после операции по удалению раковой опухоли узнал что теперь здоров с облегченной душой направляюсь к выходу из здания и затем я получаю лишнее свидетельство того что шерил здесь нет мощный звон церковных колоколов плывет по округе словно зовет меня и манит меня развязший мокрой дороге по по щиколотку в грязи я бегу в сторону церкви снег падает мне на голову леденя кожу холодный ветер дует в лицо отбираюсь до церкви я без колебания толкаю тяжелые двери георгий я георгий я горша напротив входа на стене огромное распятие по обе стороны туского прохода выстрелись длинные скамейки кажется в этой старинной церкви время словно остановилась и долтаром стоит немолодая женщина в сильно поношенной одежде и поносит с мужским галстук у нее галстук вот есть игра бы не об этом не сказал я вообще никогда не узнал что у нее галстук галстук она из гриффиндора галстук на шее смотрит на меня с жутковатой ухмылкой пока осторожно иду к ней через проход она смотрит на меня не мигающим взглядом похоже на то что она заранее знал что сюда приду нервный галстук это вы били в колокол женщина хмыкает я ждала тебя о твоем грядущем пришествии мне поведала моя и гиромантия попросить а чего говорите я знал что ты придешь тебе нужна девочка тебе надо девочку верно девочка вы говорите а ширил я потрясен избит с толку я вижу все что-то знаете скажите мне стой женщина простирает ко мне открытую ладонь и дергает подбородком словно желая сказать успокойся блуждая во тьме ничего не достигнешь ты должен следовать предначертанным путем путем затворника скрытого флаурусом чего о чем вы говорите я спрашиваю повторно не скрывая своего замешательства все есть флаурус безмолвная тишина он может сломить стены тьмы и дать отпор гневу и намерия эти вещи помогут тебе поторопись в госпиталь пока не стало поздно женщина показывает мне странный предмет осторожно кладет его на алтарь подождите и не уходите так быстро поверить словам этой женщины это какая-то сумасшествие я ничего не понял опасно бездумно верить словам я думаю следовать сюжету и поверим ее словам ничего плохого не случится на живет здесь сален хиле и знает что тут к чему я безоговорочно верю ее словам не вот этого так не надо звук захлопнутой двери эхом разносится по сводкам церкви церкви по сводам церкви я должен догнать эту женщину я убежден что она знает какую-то тайну который должен знать и я на к дверная ручка на той двери через которую женщина вышла не поворачивается под моей рукой видимо дверь заперта с той стороны со людьми внутри чем черт возьми теперь я снова один посреди церкви мне становится жарко исходящее от алтаря тепло смутно напоминает о недавнем кошмаре впрочем на этот раз она кажется обнадеживающим словно защищает меня от чего-то иными словами это тепло не описать я хожу от двери и приближаясь к алтарю предмет который недавно держал в руках женщина лежит на его верхней крышке флаус именно так он звала женщина я не решительно беру отполированную четырехгранную пирамидку в руки и тут же роняя его образ косорукий долбоёб словно обжегшись об обжег как слой обжег ты обжег на ощупь пирамидка не горяча но я чувствую заключенную в ней силу в этой четырехгранной безделушке содержится чудовищная энергия ощущение было то как если бы электрический ток протек через мою руку достал до каждой жилки до каждого закоулка моего тела я снова беру предмет в руки на этот раз и осторожен я удерживаю флаурус в руке аккуратно кладу его в карман какой-то причине я уверен в том что этот предмет поможет мне найти ширину я подбираю также и лежавший на алтаре рядом с флаурусом я покидаю церковь уходя снова заснеженный внешний мир без красок и звуков госпиталь женщина явно помянула какой-то госпитал госпиталь алхимии единственный госпиталь который я только могу найти на карте этого я направляюсь торговый квартал по ту сторону реки холодно я вижу как у меня пар идет изо рта мост через реку разведен видно так в другое время под ним могли проходить речные суда отсылка на соленхил аркейд конечно ничего другого я здесь не вижу в 1900 каком-то году соленхиле утонул корабль со всеми пассажирами на борту ну как утонул он исчез и вот так не нашли но он видимо утонул я вхожу в рубку управления мостом вставляю ключ в прорезь над контрольном пульте силы поворачиваю его с грохотом похожим на безумный старушечий хохот мост опускается словно приглашаю меня пересечь по нему реку торговый квартал когда мост остается за спиной не начинает бить дрожь видимо температуру воздуха постепенно падает а может это лишь итог моих собственных 3 как у при волнении и страхов что за текст это некоторые слова вот они реально как будто кто-то писал с этим какую с тремя высшими образованиями знаешь и ему плюс 40 три волнения и страхи на широкой дороге ни единого прохожего ни единого проезжающей машины я шагаю прямо посередине автострала пулять как мы в день города до после фейерверка перед перед посреди дороги кажется если я пройду еще немного вперед госпиталь алхимила окажется сразу справа старое трехэтажное здание укрывается в густом тумане на вывеске полустершаяся надпись алхимила внешний госпиталь выглядит жутковато и я недолго колеблюсь колеблюсь прежде чем толкнуть холодную сталь бород я открываю ворота и вхожу в дверь в правом крыле здания там написано вход внутри госпиталь стоит непроницаемая тишина как в морге слева от меня регистрационная стойка и стеллажные за ним на стеллажах рассованы старые бумаги диванчики для ожидания жмутся в противоположной стене к ним устремлены не работающий телевизор не видно не слышно ни врачей не пациентов в общем тут не живой души только рассеянный свет сочится через окна затянутым затянутых тучами не без вестибюлю чувствуется слабый запах медицинского спирта конечно только его ты учу его чуть раздражающий моего боняния я трогаюсь в обход по госпиталю кинуть вестиблю я вхожу в длинный коридор остановившись и открываю дверь с табличкой смотровой кабинет оба стоит мне только открыть дверь мужчина сидевший в кресле подскакиваться своего сиденья в руке у него пистолета мужчина целится в меня мне в панике спрятаться за дверью выхватить собственный пистолет за дверь погодите я машу руками пытаясь остановить мужчин подождите стойте не стреляйте постойте я не хочу драться мужчина успокоившийся пускает оружие меня зовут гэри мэйсон я сюда в отпуск приехал прошел блять место в отпуск едет только персонажи саленд хилл 1 и 2 до вот пуск а не приехали наркоманы я цель сайт сделала на всякий случай то мало ли я все в отпуск приехал тубы выпаливаю я единым духом мужчина переводит дыхание отвечает мне слава богу другой человек вы здесь работаете я чувствую воодушевление саленд хилл населенные лишь странными тварями по его словам непонятно что что их вижу по его словам понятно что вижу их ни один я доктор майкл кауфман работы в этом госпитале так наверное вы можете рассказать мне что-то происходит мужчина представившийся мне доктором кауфманом ерзит в кресле знаете не могу я легче вздремнуть в комнате для персонала проснулся все стало так все годы все годы исчезли снег идет по щекам мне бьет бьет в это время года глядит на пол там прямо под ногами лежит на боку не остывший труп крылатой твари что очень здорово пошло не так вы видели этих чудовищ видели хоть что-нибудь подобных хоть когда-нибудь подобных уродцев или хотя бы слышали о чем подобном вы как и я должны знать что таких тварей нет в природе да я приближаюсь к нему вспоминая о собственных делах вы не видели маленькой девочки я ищу дочь и только 7 маленького роста черные волосы на потерялась сожалею в округе столько этих чудовищ я весьма сомневаюсь что она простите не хотел вас тревожить ваша жена тоже здесь на умерла четыре года назад осталось только мы с дочкой ясно не очень жаль знаете я пойду не могу я просто сидеть на месте ничего не делать до свидания удачи хлоп дверь смотровой кабинета закрывается за его спиной доктор майкл кафман странно на его мимо имя намертво врезается в мою память